привет друзья и гости моего канала сегодня у нас друзья гречка грудка я сначала овощи налила маслица в сковородку морковочка лучок все это потушила слегка пассеровала и в конце добавила в конце добавила курочку уже уже отдельно отваренную грудку немножечко пассеровала с лучком и чуть-чуть добавила ну как чуть-чуть хорошую жменьку чуть-чуть перца болгарского достала с морозил очки и слегка чуть-чуть чуть-чуть лишь вот чуть почти он полуживой перец и петрушечку украсила своя с холодильника свежемороженое так здесь у меня свекла с чесноком и с майонезом вареная и хлебушек мой ну не знаю съем четыре куска навряд ли приятного аппетита вот мне неудобно так ладно буду вот так тарелка очень большая ладно пусть будет вот так очень вкусненько все аппетитненько то как а все красиво как бы мне это самое не полетела грудка грудка с овощами а я грудку друзья варю туда морковку бросаю лук лаврушечку перчик и тогда она получается ароматное ароматное мясо вкусное варь вкуснятина такое блюдо у меня красивая Вот так. У нас морозец. Утром встала, было на... В интернете посмотрела. Плюс 10. К вечеру стоит снег. А вот грудка мяса, вот когда без ничего сваришь, просто на воде, друзья, вообще никакая. А вот когда с овощами, лук, лаврушка и морковка, совсем другой вкус мяса. Вот так. Я гречку, гречку вчера, вчера творила, приготовила. А сегодня я её разогрела в микроволновочке. Заранее отварила я её. А что вечером делать? Ну всё равно делать нечего. Думаю, что я сижу, надо творить. Заранее отварила. А что вечером? Так. 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 Я гречку очень редко ем. Я уже это вам говорила. И она такая вкусная, друзья. Я вчера рано легла в 10 часов. Думаю, что сидеть в этом интернете до полночи. Я к своим подписчикам захожу, друзья. Просматриваю видео ихние. Даже если ко мне не заходят они, но подписаны, я все равно к ним захожу. Это мне минуты, они не лишние. Сама захожу. Пусть даже ко мне они не заходят. Как говорится, если Магомед к горе не идет, гора идет к Магомеду. Так и я. И вот я их как можно больше просматриваю. Бывает, даже до двух ночи вот я не сплю. Смотрю ихние ролики. А сегодня сижу, думаю, надо подписки свои открыть. Кому я подписана. Своих подписчиков открыть и к ним зайти. Попросмотреть у них, допустим. Вот. А то... А то получается, мы к одним и тем же заходим. И ко мне одни и те же, да? Вот. А сегодня, думаю, нет. Надо к другим зайти. Лишняя минутка, она не лишняя. Если человек зайдет, меня посмотрит. И вот я сегодня, которые ко мне заходят, и я к ним. Они все вверху стоят. А я начала листать ниже, 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 ниже. Ой, глянь, говорю, этого нет, этого нет, этого нет. Не смотрела я вот этого и не смотрела. Своих подписчиков. Когда-то, когда-то мы друг к другу подписались. Смотрю, и он ко мне зашел. Второй, третий, пятый, десятый зашли. Видите как? Самим надо стараться для своего канала. Я так считаю. Я так считаю. Твой же канал, ты старайся для себя. Не надо ждать, когда к тебе зайдут. А некоторые так делают. Ждут, пока к ним зайдут, а потом только к ним. Многие так делают. Не заходят, пока к ним ты не зайдешь, а потом только она к тебе зайдет или он. Видите как? То есть не заинтересованы своим каналом, я считаю. А я вот не жду, захожу. Зашел он ко мне, не зашел. В общем, поняли, да? Одно и то же трендетю. Хочу я вам прочитать. Не покажу, откуда. Так, где я тут нашла... А, вот. Болезнь кожи. В принципе, я далеко вижу. Болезнь кожи. Вот тут одна, значит. Пишет. У меня кожа рук стала настолько сухой и болезненной, что напоминала рыбью чешую. Ранки кровоточили. Думала, лишай. Но врач поставил другой диагноз. Правда, я его не запомнила. За шесть лет лечение мазями, примочками, компрессами состояние кожи почти не улучшалось. И тут мне пришла в голову мысль, а что если я сделаю компресс из водки и масла по Шевченко? Смочила тряпочку, обмотала ею руку, сверху целлофан и спать. Утром и днем меняла повязки. Через десять дней я не узнала свои руки. Вся шелуха сошла, стала кожа нежной и мягкой. Гляжу и диву даюсь. Ведь и не чаяла уже избавиться от этой болезни. Сергеевский район, Самарская область. Это женщина одна. Вот так. По методу Шевченко. Знаете, да, метод Шевченко. То есть 30 грамм водки, 30 грамм спирта. Ой, масло. А масло, по-моему, друзья, ну это надо в интернет зайти. По методу Шевченко узнать. У меня есть записанный метод Шевченко, но это надо туда идти. Нужно знать, какое масло надо. Рафинированное или нерафинированное. По-моему, рафинированное нужно масло. В общем, вот так. Масло и водка. Надо, наверное, взбалтывать, взбалтывать, взбалтывать и это тереть. Вот и всё. Видите как? Человек много лет лечился и никаких сдвигов не было. Глянь, уже 13 минут. Ой. Вот я хлеб не хочу. Правда. Это много. А я вчера читала, думаю, глянь, да дай я своим друзьям скажу вот этот метод. Может, кому-то и поможет. Правда, друзья? Я одно время пила водку с маслом. 30 на 30. То есть 30 грамм масла, 30 грамм водки. Вот это мешаешь, мешаешь, мешаешь до пены и выпиваешь. По-моему, натощак. Давно-давно это было дело. Ой, наверное, лет 20 тому назад. Я не помню, отчего я это пила. Не помню. Вот так. У меня мама всегда жарила на сковородке свеколочку. Вот она её натрёт, маслице нальёт на сковородочку и потушит, потушит, ну так вот пассирует, пассирует и всё время ела. Всё время на пирожки делала. Пирожки с свеклы. Вот. И с морковки делала. С сухофруктами. У нас каждую субботу эмалированный вот тазик. Помните, был? Каждую субботу мама пекла пирожки. А прям суббота приезжал старший брат, средний брат приезжали сюда в гости. Выпечка. Каждую субботу у мамы была. Тазами. приедут и с собой мама наложит пирожков. Я вчера нашла канал американский у неё много подписчиков. Почти около 500. И вот она готовит американская девушка молодая. Знаете, как она хорошо готовит? Вот такие какие-то необычные. Из курочки всё это она делает хрустяще. Всё это как-то необычно. всё так аппетитно и вкусно она делает. как вы знаете, друзья, да, у меня три раза в неделю выходит видео. понедельник, среда и пятница. ой, какая у меня вкуснятина. вкусняма-вкусняма. половиночку не доела я. Не хочу я хлеб. у меня салатик ещё на раз есть там. свекла прям сахарная, сладкая-сладкая. У нас свекла 25 рублей килограмм. А морковка 20. Кто-то писал, говорил, пишите, мол, какие у вас цены. Вот я вам говорю. морковка 20, свекла 25. Но это в том магазине, где я была. Это не в магните. Вот тот магазинчик, который я вам говорила, у нас дешёвый магазин. Восход называется. Вот там. Масло я беру на разлив, друзья, похудшее. 120 рублей. Вон она у меня. Сейчас. Пардон. Ой, ходи сюда. Вот. Ихняя бутылка в магазине. Вот они меня наливают в бутылку. Вот эта бутылка у меня вышла, полторушка, 185 рублей, что ли, или 175. Полтора литра. Пахнет, друзья, семечками. Вот я думаю, мне на месяц хватит. Полторушки. Много её тоже не надо лить, увлекаться. Всё, друзья, на этом пока. Приятно было с вами посидеть, пололыкать. Таня, лолы-лолы. Пока.